Жители Днепропетровска вкладывают последние, оплачивая квитанции за услуги ЖКХ. Заоблачные тарифы бьют сильнее по кошелькам пенсионеров, молодых семей и простых тружеников. «Не жизнь, а выживание. Мы балансируем на краю пропасти и нищеты», жалуются днепропетровцы народному депутату Александру Вилкулу. Политик встретился с жителями Левобережья. Во время общения объяснил, какие есть пути решения проблемы. «Вытряхивая последние копейки из кошелька, оплатим по квитанциям», жалуются днепропетровчане. «Чуть хватает на еду, а лекарства вообще стали роскошью», жалуются пенсионеры. Цены летят вверх, тарифы уже заоблачные, зарплаты и пенсии повышать никто не торопится. Людей просто загоняют в петлю, вздыхают люди. Индексации никаких не происходит уже на протяжении многих месяцев. И мы так понимаем, что пока деньги государства идут абсолютно в другие русла, и абсолютно как-то пенсионеры не входят в это количество, чтобы повысить какие-то пенсии. Люди жалуются народному депутату. Как дальше жить, не знают. Ведь в прошлом году еще были какие-то сбережения. Теперь же перебиваются с хлеба на воду. А все из-за грабительских счетов за коммуналку. Это настоящий грабеж. На хлеб и на соль остается. А пенсии не добавляют. А мы за среди уже нам по 90 лет заработали. Александр Вилку говорит, выход есть. Надо только выбрать грамотный и рациональный подход к проблеме, который в свое время действовал безотказно. И тарифы в Днепропетровске не повышались ни на копейку. Четыре года у нас были тарифы стабильные? Были. Ну, если по-честному. Были. А что были стабильными тарифы? Потому что мы внедряли программы энергосбережения. Но в первую очередь ставили котлы другие. Мы на 20% снизили потребление газа. И несмотря на то, что в тот же период при стабильных тарифах зарплата и пенсии все-таки росли. Да, повышалась зарплата у работников предприятия. Но в то же время тарифы не поднимались, потому что снижалось потребление газа. Самый тупой путь – это свою бесхозяйственность у нас переложить на людей. Ну, выкачать с людей деньги. А как с людей деньги выкачать тарифы по выгоду? Сколько же мы будем терпеть это? Сколько мы можем терпеть это? Это же невозможно. Терпеть, значит, люди будут до тех пор, пока страной управляют не промышленники, а, так сказать, банкиры, которым не с руки заботятся о людях. Их интересы только о собственном быстром обогащении в играх с колебанием курса валют, говорит Александр Вьюгол. Но мне стыдно, что я такой же бесправный, как и вы. Я внес полгода назад лично за своей подписью законопроекты Горького Раду. Первое – о замораживании коммунальных тарифов. Ну, то есть, чтобы пока не проиндексировали пенсию и зарплату, не трогали тарифы. Второе – закон об индексации пенсии и заработных плат. Те, кто сейчас при власти, просто не выносят его в зал. Надо брать инициативу в свои руки, говорит политик. Днепропетровск – город, который зарабатывает очень неплохо. Если взять первое полугодие, то из тех денег, которые заработал мегаполис, 81% пошел на Киев и только 19% осталось здесь. Если же не на словах, а на деле заработает децентрализация, тогда львиная доля бюджета региона будет оставаться на месте. А это местные надбавки к пенсиям, к зарплатам бюджетников. Не будет децентрализации. Столица промышленности Днепропетровск и дальше будет стоять с протянутой рукой перед Киевом. Люди инициативу Нардепа поддержали беспрекословно. Я очень хорошо к нему отношусь. Да во всех, во всех его начинаниях мы согласны его поддерживать.